В синагоге Рашкова впервые за сто лет сыграли еврейскую свадьбу. Церемонию провели по старинному иудейскому обычаю под Хупой. Это специальный свадебный балдахин. В обряде приняли участие паломники хасиды из Израиля и евреи из Приднестровья и Молдовы. Паломники в Рашков ездят с тех пор, как год назад на старинном кладбище нашли могилу известного праведника Равина Шабтая. Прежде чем войти в синагогу, жених облачается в талиты, молитвенное покрывало. Надевает штраймл, отличительный традиционный хасидский головной убор. Этого человека зовут Агур, он жених. Его невеста Ривка. Лицо спрятано под специальной вуалью. Оба из Израиля. Теперь они войдут в историю. Это первая за сто лет пара, которая играет свадьбу в Рашковской синагоге. Именно так в Рашкове проводили свадебный обряд середины 18 века. Купа это прикрепленный к четырем шестам балдахин. Вся свадебная церемония проходит под ним. Он открыт на все четыре стороны. Знак того, что дом новобрачных будет открыт для гостей. Обряд принято проводить под открытым небом. Символично, ведь в 30-х годах в ходе антирелигиозной кампании в СССР своды синагоги в Рашкове были разрушены. Молодожены отпивают красное вино из одного бокала по очередям. Затем Равин выдает специальный документ. Что-то вроде нашего свидетельства о заключении брака. Среди гостей свадьбы паломники хасиды из Израиля. Вместе с ними евреи из Приднестровья и Молдовы. Для религиозных иудеев Рашков вместо священное. Сюда регулярно ездят паломники с тех пор, как в прошлом году на старинном кладбище нашли могилу Равина Шабтая, автора молитвенника, по которому евреи молятся до сих пор. И теперь вот эти слова, написанные в Рашкове, как бы приемлемы и уважаемы другими высокопоставленными еврейскими деятелями по всему миру. То есть когда сюда приезжал в Приднестровье Равин Пинту из США, то есть там у него огромный такой приход, так сказать, огромная синагога, там влиятельный человек. Ну вот это, пожалуй, отрадно, что вот в нашем регионе. Потому что, согласитесь, среда обитания человека очень влияет на его мировоззрение. На выходы в село приехала очередная группа паломников-хасидов. На могилу иудейского проповедника они клали камни. Это такой обычай означает символ вечной жизни. И читали молитвы. На мой взгляд, для еврейского сообщества Приднестровья, для нас, как для людей, для светских, важно, что такое место как бы появилось. На территории Рашкова с давних времен существовала еврейская община. Первые упоминания о евреях в этом селе датируются 1637 годом. Рашков был одним из центров хасидизма, мистического течения в иудаизме. А теперь стал местом паломничества и туристической достопримечательности.